Шестая тема лекции Особенности рекламы туристских дестинаций По мере того, как туризм все больше распространяется, появляются все новые возможности для маркетинга дестинации. Относительное взаимодействие туристического продукта хорошо известно. Поэтому дестинации, предлагающие аналогичные товары и услуги по одинаковым ценам, действительно могут нелегко заменять друг друга. Например, туристы в поисках солнца и песка, приемлемые для себя цены, могут воспользоваться широким диапазоном вариантов от Кипра до Турции, Испании, Греции. Это требует от дестинации создания уникальной индивидуальности, помогающей им дифференцировать себя, отличаться чем-то уникальным от соперников. И сейчас эта потребность стала более важной, чем когда-либо. Понятию имиджа страны даются различные определения. В частности, в материалах Всемирной туристической организации отмечается, что имидж страны – это совокупность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков страны, собственного опыта и слуха, влияющих на создание определенного образа. Важную роль в формировании, продвижении и позитивном развитии туристского имиджа страны играют следующие маркетинговые и коммуникационные мероприятия. Подготовка и издание базового пакета информационно-рекламных материалов, в том числе единого календаря туристских событий в стране. Участие единым национальным стендам в работе международных туристских выставок. Формирование сети национальных рекламно-информационных туристских центров и представительств за рубежом. Проведение рекламно-пропагандистских кампаний в зарубежных средствах массовой информации. Организация ознакомительных поездок рекламных туров в страну представителей зарубежных средств массовой информации, туристских предприятий и организаций. Создание информационных банков, данных туристских мест размещения предприятий туристской индустрии, туров и маршрутов по стране. Использование интернета для распространения рекламной информации о туристских возможностях государства. Формирование единой туристской информационной сети на территории страны с учетом ее интеграции с аналогичными международными сетями. Седьмая тема. Рекламные сообщения в туризме. Функциональные и структурные особенности. Рекламные обращения – средства представления информации рекламодателя потребителю, имеющие конкретную форму – текстовую, визуальную, символическую. Рекламное обращение является центральным элементом рекламы, так как именно оно представляет рекламодателя целевой аудитории. Фокусирует именно большинство элементов рекламных коммуникаций, способствует привлечению внимания потенциальных туристов и формированию у них положительного отношения как к самой туристской фирме, так и к предлагаемым ее продуктам. Является основным инструментом достижения цели рекламной деятельности. Рекламная тема находит отражение в ярком заголовке – девизе, называемом рекламным слоганом. Рекламный слоган – короткий лозунг или девиз, отражающий качество продуктов, обслуживание, направление деятельности фирмы, иногда в прямой, чаще в иносказательной, именно абстракторной форме. Подсчитано, что слоган по сравнению с рекламным текстом не считает в 5 раз больше людей, поэтому в нем потребитель должен видеть все его интересующие, а главное – выгоду данного рекламного предложения для себя лично. Заголовок – самая важная вербальная часть рекламы. Обычно в нем выражается основное рекламное обращение и основной рекламный аргумент. По данным исследований, около 80% читателей, прочитав заголовок, не читают основной рекламный текст. Рекламный заголовок отражает специфику данного товара и в определенный момент его жизненного цикла, напрямую стимулировать потребителя к покупке. Наиболее важная функция заголовка – привлечь внимание, вызвать интерес, выявить покупателя, то есть целевую группу либо аудиторию, и дефинцировать товар либо услугу, и также продать товар либо услуг. Восьмая тема лекции – современные творческие рекламные стратегии и их использование в туризме. В процессе реагирования на рекламу в сознании человека происходят психические процессы на трех уровнях – рациональном, эмоциональном и подсознательном. Рациональные и эмоциональные способы реагирования означают, что в процессе удовлетворения потребностей современного человека преследуются не только прагмистические цели, то есть польза, но и получение положительной эмоции. Последнее связано с получением удовольствия от покупки удачного товара, услуги, благожелательной обстановки. Рациональный способ обращения опирается на способность человека к логическому мышлению. В основе его лежит сообщение потенциальному покупателю объективных сведений о товаре и услуге, качествах и способах применения. В данном случае качество товара, услуги является как бы логической причиной, поводом для покупки. Существует два основных типа творческих рекламных стратегий. Они различаются тем, на что опирается реклама, на реальную утилитарную свойство товара и услуги или на его психологически значимые свойства. Первый тип получил название рационалистической рекламы, второй — эмоциональной или проекционной рекламы. Эти два типа стратегии обычно используют в качестве основного разные каналы передачи сообщения. В первом случае доминирует вербальная информация, во втором — невербальная, то есть рекламные образы, музыка, общее стилевое решение. На правильный выбор типа рекламы, рекламирование влияет целый комплекс факторов. Во-первых, нужно учитывать специфику товарной категории. Есть товарные категории, в которых потенциальные потребители уделяют преимущественное внимание ультилитарным свойствам. А есть категории товаров, восприятие которых на первое место выходит эмоциональный фон, желанный образ. Во-вторых, важно учитывать, какой конкретно этот рекламируемый товар, можно ли сообщить о нем практически важные сведения, по которым он выделяется среди конкурирующих марок. Если да, возможно, следует избрать рационалистическую стратегию, даже если по отношению к данной товарной категории у потребителя доминируют неутилитарные мотивы предпочтения. В-третьих, на выбор стратегии влияет реклама конкурентов. Нередко оказывается, что рынок уже переполнен рекламой одного типа. Она стала раздражать потребителей. В этом случае, чтобы выделить турпродукт, достаточно просто использовать неизбитый стиль, неизбежный интересный стиль обращения. В-четвертых, при выборе между рационалистической или проекционной стратегией нужно учитывать дух времени и умонастроение целевой аудитории. В истории культуры чередуются прагматические и романтические периоды, когда на первый план для людей выступают разные системы ценностей. Девятая тема лекции – оценка эффективности рекламных мероприятий в туризме. Чтобы корректно оценить эффективность созданной рекламы, необходимо четко проводить границу между коммерческим успехом и коммуникационной эффективностью рекламной деятельности фирмы. Коммерческий успех определяется целым комплексом факторов и лишь одним из этих факторов является реклама. Известно, что среди всего множества факторов, влияющих на принятие решения о приобретении конкретного товара, вклад рекламы составляет не более 1 к 8. Таким образом, непосредственную связь между качеством рекламы и увеличением прибыли установить очень трудно. Поэтому рекламисты нередко вспоминают знаменитые высказывания, приписывающие основателю первой сети универмагов ваномейкеры. Я точно знаю, что половина моего рекламного бюджета расходуется впустую. Оценка эффективности рекламной деятельности предприятий, сервиса и туризма требует достаточно много усилий, средств и высоких компетентностей персонала. Оценка эффективности рекламной деятельности предприятий, сервиса и туризма требует достаточно много высоких компетентностей от персонала. Тем не менее, относительную эффективность рекламной кампании установить можно. соотношение объемов продаж продукта или прибыли до и после проведения рекламной кампании и затраченную на нее суммы. Рекламодателю желательно наладить учет эффективности рекламы. Это позволит получить информацию о целесообразности рекламы и результативности ее отдельных средств, определить условия оптимального воздействия рекламы на потенциальных покупателей. Десятая тема лекции – организация и планирование рекламной кампании в сфере туризма. Верно будет утверждение, что контроль рекламной деятельности фирмы будет эффективен, если он правильно организован в ходе проведения рекламных кампаний. Такой многогранный подход к одному и тому же понятию не индивидуален. Необходимо отметить, что рекламная кампания органично включает в себя все элементы системы управления рекламной деятельностью и планирования, организацию и контроль и информационное обеспечение. Более того, в ходе проведения рекламной кампании для достижения поставленной цели зачастую используются приемы и методы других форм маркетинговых коммуникаций public relations. Рекламная кампания – это комплекс взаимосвязанных рекламных мероприятий, разработанных в соответствии с программой маркетинга фирмы, охватывающих определенный период временных и направленных на заданную целевую аудиторию с целью вызвать реакцию, способствующую решению фирмы ее стратегических или тактических задач. Проведение любой рекламной кампании в туризме требует тщательной подготовки, ее планирование целесообразно осуществлять поэтапно. Рекомендуется следующая последовательность действий. Первое – это провести рекламные исследования, изучить маркетинговую ситуацию на туристском рынке, обосновать необходимость и целесообразность проведения рекламной кампании в туризме. Второе – определить целевую аудиторию, портрет потенциального туриста, то есть покупателя туристского продукта, перечень рекламируемых именно туристских продуктов и услуг. Третье – сформировать именно цели планируемой рекламной кампании в туризме. Четвертое – выбрать средства распространения туристской рекламы. Периодичность и сроки размещения целесообразно определить несколько вариантов размещения туристской рекламы, основы и несколько запасных. Пятое – рассчитать смету затрат на рекламные мероприятия. Шестое – определить реальные размеры денежных средств, которые можно использовать на рекламу и в зависимости от этого произвести корректировку плана рекламной кампании. Если средств выделено недостаточно, то в плане можно изменить периодичность размещения рекламы, уменьшить площадь публикации или изменить издание, время трансляции рекламного сообщения, произвести окончательное согласование потребности в рекламе с реальными возможностями на определенный период, то есть это может быть квартал или год. Седьмое – это разработать рекламные информационные материалы. Восьмое – составить подробный план размещения рекламы, указав средства распространения рекламы, периодичность размещения рекламных сообщений, сроки размещения ответственных за мероприятия. Все это должно быть уточнено и согласовано в соответствии с реально выделенными денежными средствами на проведение рекламной кампании. Девятое – это организовать проведение рекламной кампании. Десятое – оценить эффективность рекламной кампании после ее проведения. Цели рекламной кампании должны быть сформированы достаточно определенно и конкретно. Обычно они описываются в параметрах коммуникативной и закономерной экономической эффективности, например, довести знания о новом турпродукте до 50 целевой процентов аудитории или увеличить объем продаж на 5 процентов. Цель должна быть реальной и достижимой. Реальность поставленной цели зависит от знания туристского рынка, конкретной среды, которые могут быть получены в результате проведения маркетинговых исследований в туризме. При описании целевой кампании, также цели рекламной кампании в терминах экономической эффективности надо учитывать то, что на результат будет влиять не только проведение самой рекламной кампании, но и ряд других факторов, в том числе потребительских качествах турпродукта и услуг. При определении целевой аудитории надо учитывать то, что потенциальных потребителей турпродукта может быть очень много, но реальными покупателями станут лишь немногие. В связи с этим не все потенциальные потребители представляют интерес для рекламодателя. Та часть потребителя, которая может стать основными покупателями, называется целевой аудиторией или целевой группы. Эта группа людей характеризуется набором одинаковых параметров, таких как возраст, социальный статус, уровень дохода, потребительские предпочтения, особенности психологии. Другими словами, при определении целевой аудитории надо учитывать позицирование турпродукта или услуга на определенную группу населения, эффективное воздействие рекламы зависит от непрерывности рекламного воздействия в течение некоторого времени. Другими словами, надо определить срок и продолжительность рекламной кампании, а также частоту повторения рекламной информации. При планировании рекламной кампании в туризме надо иметь в виду, что часто не имеет смысла вести непрерывную рекламную кампанию в течение длительного времени. Целесообразно учитывать сезонность покупательского спроса и планировать пик рекламной кампании перед наступлением очередного сезона, чтобы успеть сформировать интерес к рекламируемым продуктам. При выборе рекламных средств следует учитывать множество факторов, в том числе это цели и стратегию рекламной кампании в туризме, размер и характер целевой аудитории выбранного рекламного средства, также стоимость размещения рекламы, географический охват, объем информации, которую можно донести с помощью данного рекламного канала и оперативность и продолжительность воздействия. На этом наша видео лекция завершена. Всем спасибо!